Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаево-Черкесия. События среды в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Новость о реконструкции радует многих жителей. На стадионе Саулук в Карачаевске начались строительные работы. Горожане ждали этого много лет. Молоко нашего фермера можно пить без опаски. Вести побывали в хозяйстве султана Бабоева и убедились, что тот, кто хочет работать на земле, справится со всеми трудностями. В таком автодоме Гранта можно не только путешествовать, но и жить. Участники автомобильной экспедиции от Баспора до Каспия прибыли в Карачаево-Черкесию. Светофор стал неотъемлемой частью современного мира. В Международный день светофора сотрудники госавтоинспекции совместно с депутатами провели акции для детей. Работы по реконструкции стадиона Саулук в Карачаевске уже начались. Напомню, что недавно его посетил глава республики Рашид Тимрезов и поручил начать ремонт. С самого утра на его территории работает строительная техника. Администрация города совместно с Министерствами спорта и строительства провели совещание, на котором обсуждали все нюансы предстоящих работ. Подробности узнавал Аслан Гирюгов. С самого утра на территории стадиона довольно шумно. Но это не от соревнований и состязаний, а от строительных машин. Работы по реконструкции начались практически сразу после указа главы республики. На протяжении многих лет на территории стадиона не было ремонта. А ведь когда-то Саулук являлся площадкой для многих спортивных мероприятий, как городского, так и республиканского масштаба. Помимо этого, во время учебного года для студентов здесь проходят пары по физической культуре. На данный момент строители снимают старый слой асфальта и бордюры. Скоро их заменят на новые. Но все это лишь приготовление к глобальным переменам в жизни стадиона. Реконструкция была необходима. Почему? Потому что этот стадион уже просуществовал большое количество времени. Без капитального ремонта, без реконструкции. На сегодняшний день здесь все обвешало. Начиная от трибун, заканчивая самим футбольным полем, легкоатлетическим ядром. Это необходимо делать для дальнейшей деятельности на этом поле, на этом стадионе. Город Карачаевский спортивный город. Здесь большое количество людей, которые занимаются физической культурой, спортом. Хотя и постоянно пополняется копилка инфраструктуры спортивной. Также на территории стадиона прошло совещание, участниками которого были представители Министерства строительства и спорта республики, а также администрация города во главе с мэром Карачаевска Аликом Динаевым. Поднималось большое количество проблем и вопросов. Одной из первых задач стало освещение стадиона и футбольного поля, чтобы в будущем люди могли играть в темное время суток со всеми удобствами и комфортом. Здесь по освещению проблемы. То есть на сегодняшний день освещения практически отсутствует. Вечером темнота здесь. То есть принято решение о установке дополнительных матчей. То есть чтобы в принципе по концовке, в конце мы будем видеть, что и ночью будет возможность здесь не только прогуливаться, но и играть в футбол, просто бегать, заниматься какими-то видами спорта даже ночью. Вот далее в смысле у нас была проблема с дорожным, то есть покрытием. Именно сейчас мы проводим реконструкцию, то есть демонтаж, демонтаж асфальтно-бетонного покрытия, тех же бордюров, тех же дорожек. Помимо этого обсудили состояние трибун. Кемал Каракотов отметил, что экспертиза подтвердила их пригодность для реконструкции. Трибуны, как и весь стадион, будут облагорожены, а также будут установлены тренажеры и площадка для воркаута. Данный стадион является одним из излюбленных мест города. Его посещают как взрослые, так и дети. И новость о реконструкции радует многих жителей. Пройдет немного времени, и новый стадион с комфортными условиями будет радовать жителей. Аслан Гирюгов, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Такой девиз фермера Султана Бабоева из станицы Зеленчукской. И выбрал он его не случайно, так как на долю фермера выпали непростые времена. Но он достойно справился со всеми трудностями. Из Зеленчукского района репортаж Ольги Савенко. Сейчас на полях Султана Бабоева пасется около ста коров. Все упитанные, просто красавицы. Основная часть – галчинской породы. Хотя есть и симонталы. Их особенность – высокий надуви. По нашим условиям, вот у меня есть, есть которые такие, несколько штук, 8, 8 тонн, 9, 9 есть. Ну вот сезон, сезон, есть некоторые, дают больше фляги. Это тем более удивительно, что почти все эти красавицы – местного производства. Несколько лет назад Султан Бабоев решил заняться искусственным осеменением, чтобы не покупать дорогостоящих коров за границей. Читал специальную литературу в интернете. Он современный фермер, перенимал опыт передовых хозяйств. Коровы Султана Бабоева и чистоту породы сохранили, и к местным условиям лучше приспособлены. А молоко дают вкусное, жирное. Его с удовольствием забирают предприниматели Адыгеи. Молоко нашего фермера можно пить без опаски. Здесь нет никакой бруцеллезы, никаких других серьезных заболеваний. Вся территория огорожена, поэтому животные не контортируют с другими. Кроме того, Султан Хамид постоянно делает прививки, сдаёт кровь на анализы. Ну, попробуем. Вкусные, как в детстве. Секрет в особом уходе и рационе. Питается буренки Султана Бабоева по-королевски. У него нет образования агронома, но знает он не меньше специалистов. Постоянно консультируется с ведущими агрономами Краснодарского края. Покупает элитные семена. На его полях растут горох, эспарцет, люцирна и другие полезные травы. Примерно пучок лукового сена и одна веточка спарцета примерно по силе равноценны. Вот здесь в нём есть и белок есть, и жир есть, и масло есть, и есть необходимый крахмал, гулеводы. Правда, в этом году урожай на полях фермера оставляет желать лучшего. Жаркое лето, засуха, практически погубили его на корню. Если раньше сено было своё, то теперь придётся покупать. А это не одна тысяча рублей. Учитывая, что фермер и так платит кредит, а ему ещё как воздух необходим охладитель молока, кое-какая техника, да и дорогу надо подремонтировать, в этом году настойчивому фермеру придётся совсем не сладко. Выход какой? Что делать будете, если кормов нету? Ну, не знаю, может, государство чем-то поможет. Я ж не один. Это весь район, так, Карачаево-Черкезия, Краснодарский край, так, есть. Государственная поддержка фермы Рубой не помешала. Давно известно, накормят Россию те, кто хочет работать и умеет, и землю свою любит, так, как фермер Рубой. Ольга Савенко, Руслан Харченко, Весик, Карачаево-Черкезия. Зелёная горячая линия. Если вы обеспокоены состоянием природных территорий или нарушены ваши права на благоприятную окружающую среду, а также если стали свидетелями загрязнения атмосферного воздуха, включая выбросы промышленных предприятий, незаконной вырубки лесных насаждений, захламление лесов, прибрежных зон отходами производства и потребление водоёмов твёрдыми бытовыми отходами, незаконной охоты, разлива нефтепродуктов и многое другое, то можете обратиться к экологическому инспектору по телефону. В случае наличия серьёзного нарушения природоохранного законодательства специалист сможет оперативно организовать выезд непосредственно на место происшествия. Номера «Зелёная горячая линия» вы видите на своих экранах. И время прогноза погоды – слово нашим синоптикам. По сообщению синоптиков, завтра в Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 16 градусов. Днём столбик термометра поднимется до отметки плюс 33. В горах ночью 4-9 тепла. Днём 20-25. В Черкесске без осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью ожидается от 14 до плюс 16 градусов. Днём воздух прогреется до 33. Это «Большие вести» в прямом эфире, и мы продолжаем. Вести из оперативного штаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 4495. Из них 3285 выздоровели. Госпитализированы 70 человек. От Баспора до Каспия под таким названием проходит первая автомобильная экспедиция, маршрут которой включает в себя путешествия, походы, экскурсии, природные среди с активными способами передвижения по равнинной и горным местностям. Вчера участники автопробега побывали в Карачаево-Черкесии. О целях и значимости данной экспедиции расскажет Алихан Лепшоков. Автомобильная экспедиция от Баспора до Каспии приурочена к 175-летию Русского географического общества. За 22 дня участники должны преодолеть 3700 километров. Автоэкспедицию встретили представители власти республики на базе автосалона «Кавказ-Лада». От имени руководства региона их поприветствовал заместитель председателя парламента Карачаева-Черкесии Дагир Смаккуев. Актуальность вашего проекта не вызывает сомнений. И отрадно, что в нем могут принимать участие люди с ограниченными возможностями. Данный проект может рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны нашей республики. Желаем вам успехов в поставленных, добрых задачах. Всех вам благ, здоровья, благополучия. Основная цель экспедиции – это развитие туризма. В автопробеге принимают участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Автомобиль участников из серии «Лада», которые специально переоборудованы для таких поездок. Руководитель экспедиции от Баспора до Каспия Петр Грузия подробно рассказал всем о том, какие территории уже проехали участники проекта и с какими прекрасными местами познакомились. Это многозадачный маршрут, одна из задач которого является построение организованного туристского автомобильного маршрута. Первый этап – от Краснодара до Владикавказа, второй – от Владикавказа до Астрахани. Организованный туристский маршрут подразумевает то, что турист приезжает либо на своем автомобиле, либо на паровозе, самолете, как угодно, либо берет в аренду автодом, либо берет в аренду экскурсионный какой-то автомобильный автомобиль. Собравшиеся поближе познакомились со специальными моделями автомобилей серии «Лада». Каждая автомашина подготовлена для долгих путешествий. Техника подходит и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вот в таком автодоме «Гранта» можно не только путешествовать, но и жить. Здесь есть все условия для всех участников данного проекта. В автомобиле «Лада Гранта» есть холодильник, газовая плита и даже душевая кабинка. Такие комфортные условия в автотранспорте позволяют участникам экспедиции преодолевать огромные расстояния, совмещая уютный отдых и путешествия. Я очень рад о том, что я нахожусь в вашей республике. Это вот как автомобиль. Вот для меня он сказка. А для меня теперь вот то, что я нахожусь с такими людьми, то есть это тоже сказка. Просто так гостеприимно, так радушно, так просто великолепные люди. И природа у вас великолепна, и все. И машина даже себя ведет здесь по-другому. Даже лучше, быстрее едет. Открывать для себя что-то новое и исследовать прекрасные уголки нашей страны – основная цель нашего проекта, отмечают участники. Самая автоэкспедиция завершится 16 августа во Владикавказе. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Красный, желтый и зеленый – это комбинация цветов, знакома каждому. Сегодня Международный день светофора. Сотрудники госавтоинспекции решили провести этот день с пользой для юных пешеходов. Подробности у Руслана Джукаева. В 1930 году в России появился первый светофор. Тогда к нему отнеслись с непониманием и с подозрением. И спустя почти 100 лет светофор стал неотъемлемой частью современного мира. Сегодня сложно представить наш привычный образ жизни без светофора. Каждый день мы, переходя дорогу, видим это устройство, призванное обеспечить безопасность на дорогах общего пользования. И в Международный день светофора сотрудники госавтоинспекции совместно с депутатами парламента провели одноименную акцию. Мероприятие направлено на то, чтобы напомнить детям о правилах дорожного движения, о том, как нужно пользоваться сигналами светофора, применять их практической, на практике в жизни при пересечении проезжих частей. Ну и кроме того, мы напомним о других правилах дорожного движения, которые они давно, так сказать, можно не изучали. В связи с тем, что сложившаяся обстановка в стране не позволяла им посещать образовательные учреждения. И профилактическая работа, направленная на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, не проводилась в полной мере. Полицейские вместе с ребятами из кваза ГИБДД 11-го лицея в игровой форме рассказали о правилах дорожного движения юным отдыхающим городского парка. Отличившихся в знаниях ПДД ждали приятные подарки. В этом возрасте дети мы запоминаем больше, нам интереснее. Более взрослые, им не интересно, они не хотят слушать это. Детям интересно, они это быстро запоминают. Что бы ты хотел посоветовать своим сверстникам, которые еще не изучили правила дорожного движения? Учить правила дорожного движения, естественно, их соблюдать. На территории Карачаева-Черкесии проводится много мероприятий для обустройства дорог и пешеходных переходов. Но все это, несомненно, должно подкрепляться знаниями правил дорожного движения. Наше подрастающее поколение должно уметь правильно переходить дорогу. Они должны уметь как самостоятельно это делать, так и помогать своим младшим братикам, сестричкам. Понимать, что если их с противоположной дороги зовет мама или тетя, то не нужно, несмотря бежать через дорогу, нужно обязательно оглядеться и соблюдать все правила неукоснительные для того, чтобы сохранить свою жизнь, здоровье. Во время мероприятия дети и их родители наглядно увидели ошибки, которые допускают пешеходы и обещали проводить больше времени с изучением правил дорожного движения. Руслан Жукаев, Али Бастанов. Вести Карачаева-Черкесия. Такой была среда в Карачаево-Черкесии. Прямо сейчас в продолжении сериала «Наживка для ангела». Приятного просмотра и ждите только добрых вестей. Редактор субтитров А.Семкин